Привившимся против ковида югорчанам оставят дополнительный день отдыха. Об этом на заседании регионального оперштаба рассказала губернатор Югры Наталья Комарова. Добавим, что такой выходной положен и ревакцинирующимся жителям округа. Также глава региона отметила, что количество вновь заболевших коронавирусной инфекцией стремительно снижается. На данный момент коэффициент распространения составляет 0,55. В то же время количество привитых увеличивается. На сегодня первый компонент вакцины получили почти 90% югорчан. Тем не менее, губернатор напомнила, что жителям региона по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим. По оперативным данным Департамента здравоохранения за весь период к нам в регион поступили 1 миллион 298 тысяч 529 комплектов вакцин. По состоянию на 6 апреля привитые первым компонентом вакцин 87,5% югорчан от числа тех из нас, которые при желании могут сделать прививку. Добрались до самых крайних точек региона. Окружной центр профпатологии подвел итоги зимней экспедиции на площадке Ритсюгра. На встречу с журналистами пришли главный врач медучреждения Николай Ташланов и заведующий передвижной поликлиники Владимир Слабко. На этот раз в удаленных и труднодоступных поселках работали сразу две бригады мобильных медицинских комплексов. Благодаря расширению географии врачам удалось достичь самых крайних точек югры. На западе это поселок Приполярный и деревни Щекурья. На севере поселки Сорум и Сосновка, которые стоят на границе с Ямалом. На востоке село Корлики. К слову, до него от зимника можно доехать только на Буране. Это 8 часов пути, поэтому врачи воспользовались альтернативой. Вместе с мобильным медицинским оборудованием добрались до села на рейсовом вертолете. С таких вот серьезных вызовов для нас было именно логистика, ее оптимизация, максимально эффективное использование того времени и возможностей, которые у нас есть. Какое-то оборудование выдерживает, соответственно, да. Данный темп работы с каким-то что-то приходится менять или его адаптировать к текущим условиям сегодняшнего дня. Врачи обследовали почти 7 тысяч человек. Стабильная работа ледовых переправ и зимников позволила посетить 37 населенных пунктов, что в два с половиной раза больше, чем прошлой зимой. В десяти поселках врачи побывали впервые. Остальные посещали либо в предыдущие зимние вахты, либо летом на плавполиклинике. Отмечу, что медпомощью горчанам оказывали 32 медика, в их числе дерматовенеролог, кардиолог, окулист и лор. Экстренная помощь потребовалась семи жителям из поселков Нумто, Шугур и Перегребное. А из них символя бортом санавиации на срочное лечение направили пациента в прединфарктном состоянии. Также в районную больницу был госпитализирован мужчина со сложным переломом. Все было сделано вовремя, никаких вопросов с этим нет. Чем эффективнее мы работаем в плавном порядке и происходит ранняя диагностика, тем меньше таких случаев в этих отдаленных поселков. То есть тут корреляция такая очень прямая. Но избежать этого абсолютно нельзя. 98 процентов югорских первоклашек записаны в школу через портал госуслуг. Об этом сообщили в окружном департаменте информационных технологий. Такая форма подачи заявлений действует в 37 регионах России. До конца года она станет доступна на всей территории страны. В Югре электронную услугу внедрили в сжатые сроки с силами департаментов образования информационных технологий. При заполнении заявления учитывается территориальная привязка и возможные льготы. Всего на текущий момент в округе подали около 20 тысяч заявлений на поступление в первый класс. Это на 4 процента больше, чем годом ранее.